Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент, в любой точке. Не дай бог у нас. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. И сегодня мы поговорим о том, как Протасевич проводил пресс-конференцию. Почему Сергей Тихановский должен государству, не брав у него денег. И что сказал Путин о Лукашенко. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Сергей Тихановский проиграл суть налоговой. Так было удивительно и неожиданно услышать эту новость, что, в общем-то, ничего удивительного. Сергею Тихановскому предъявили превышение доходов за те деньги, которые подбросили ему за диван. Сергей Тихановский написал свои претензии, что деньги не его. И растрачивать он их никак не мог. Ну а суд и налоговую это не остановило. Сергей Тихановский теперь должен... Мира дурел вообще. Ему насчитали почти 200 тысяч рублей налога. В бандитском государстве тебя могут поставить на счетчик, посадить в тюрьму и угрожать твоими детьми. И все это в 21 веке в центре Европы. При управлении одного, очень старого, синими пальцами деда. Сергею Тихановскому сил и терпения. Скоро все это закончится. Нас так много. Давайте избавляться от этого страха уже. В этом году нам нужны перемены. Стоп таракан! Стоп таракан! Роман Протасевич провел пресс-конференцию. Ну, точнее провели пресс-конференцию при Корытнике и притянули Романа Протасевича, где он имитировал безопасность и спокойствие. Если не верится, так и скажите. Вопрос только в том, какие триггеры были даны Протасевичу, чтобы он их озвучил. Первое, он несколько раз говорил о том, что самолет посадили случайно. Что руки у него были синие, потому что ему одели стяжки на эти самые руки. Так как арест его был максимум неожиданный. Касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Хотел бы пояснить некоторые вещи. Те, кто работают в аэропорту и проходил досмотр, прекрасно знают, что у каждого есть наручники. Это не место случайное, подворотник. Это аэропорт. Там было много ОМОНа и силовых структур. Люди были якобы готовы искать какую-то бомбу. Что это доказывает? Да то, что самолет посадили незаконные власти специально. Даже если у них и не было этих самых наручников, то это доказывает, как минимум, еще больше вины синепалого диктатора. Так как они прекрасно знали, что на самолете нет никаких бомб. Ну да. Абай Пола публиковал информацию, что лично диктатор избивал Протасеевича. Протасеевичу задали этот вопрос, и он сказал, что это очень смешно. Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор с шутки. Я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь. Я вот буквально два часа назад узнал, наверное, такую возможность. И вот. Касательно вот этой шутки, я, наверное, тут даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Ну, я думаю, что если бы кого-нибудь из нас избивал диктатор, то любой бы из нас примерно ответил то же самое. Психологическое давление, физическое давление и злопамятность синепалого диктатора не имеет границ. Мы видели прекрасно Воскресенского, как он переобулся, рассказывая о том, какое прекрасное это государство. Мы видим, что происходит сейчас с Романом Протасевичем. Роман Протасевич действительно хороший журналист. Человек, который многое сделал для белорусского протеста. И я попросту не могу поверить в то, что человек изменил свое мнение. Что человек начал уважать того, кого презирал все это время. Политические баталии были всегда. Я занимаюсь 4 года блогингом и наблюдаю за этими баталиями. Но это часть нашей жизни. Политика – это баталии и политические игры. Только так строится нормальное общество. Когда происходят политические баталии? Если эти самые баталии не происходят, то появляется вот такой диктаторский режим, где нет баталий, нет споров и нет разных мнений. Есть одно мнение синего деда и 260 депутатов, которые единогласно готовы поднять руку за расстрел белорусского народа. Ну и все, что нужно знать об уровне этого самого брифинга, я вам сейчас покажу. Которые якобы утверждают о недобросовестной охране государственной границы пограничниками Белоруссии. Якобы пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Ну а София Сапега грозит до 15 лет реального ареста. За то, чего она в принципе никогда не делала. Потому что настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации, во-вторых, что не менее важно, мои родители. Ну и новости рабочих. Работников Нафтана отправляют вместо отпусков работать в колхозы. Это то, о чем мы с вами говорили совершенно недавно. Рабочие, сколько вы будете терпеть эти унижения? Эти унижения перешли грани здравого и разумного. Такое ощущение, что диктатор испытывает ваше терпение. Белорусские рабочие, выходите в забастовку. Прекратите прислуживать этому диктаторскому режиму. Это единственная наша возможность победить. Уходи! 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 Ну а сегодня опять дорожает автомобильное топливо и снова на одну копейку. Я уже запутался, какой это раз в этом году. Единственное, что могу сказать, что каждые две недели стабильно дорожает автомобильное топливо на одну копейку. Автомобильное топливо поменяло свою цену 75 раз. За три года. Скажите, а сколько раз поменялась ваша зарплата за три года? Напишите свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Светлана Алексеевич пишет новую книгу о революции в Беларуси. Кто не читал ее книг, это стоит обязательно сделать. В первую очередь, потому что это интересные книги. Вторая причина, это единственный белорусский нобелевский лауреат. Кстати, диктатор ее боится как огня и до сих пор не признает. Хотя человек признан во всем мире. Друзья, белорусские недовласти стараются продискредитировать белорусский протест. В связи с тем, что они проигрывают, но имеют ресурс, держат в заложниках политических заключенных, они стараются ихними руками дискредитировать наш белорусский протест. Нам, белорусам, не нужно рассказывать, как оно было. Мы с вами все прекрасно помним, когда выходили на улицы. Мы прекрасно помним, когда мы голосовали и как нагло отобрали наш выбор. Мы боремся за справедливость. Правда на нашей стороне. Поэтому, друзья, продолжаем бороться с этим диктаторским режимом. Новые честные выборы, отставка диктатора и освобождение всех политических заключенных. Это требование белорусского народа. Ну а пока Беларусь находится в оккупации, мы должны бороться и стараться как можно сильнее давить на этот режим, чтобы освободить каждого заключенного, каждого человека, кто боролся за нашу с вами свободу, каждого человека, кто страдает в белорусских тюрьмах. Это наша задача, и мы обязательно ее выполним. Мы обязательно победим. Мы не имеем права проигрывать. Мы не проиграем, потому что мы белорусский народ. Вместе мы победим. Живи Беларусь! Друзья, подписывайтесь на канал Реальная Беларусь, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень и очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока!